Приветствую, с вами Павел Колесов, я говорю с вами сейчас из Соединенных Штатов Америки, мыс Канаверал, космический центр Кеннеди. Я хочу показать вам совершенно потрясающую штуку, скорее всего, вы такую точно не видели. Это космический корабль. И давайте я пройдусь вдоль него, чтобы вы могли на него посмотреть и увидеть, насколько он огромен и насколько он прекрасен. Сами понимаете, такой корабль не мог получиться случайно. Для того, чтобы он получился, для того, чтобы он мог отправиться в космос, для того, чтобы он мог взлететь и вернуться обратно, была проделана огромная работа. Расчеты, постановка цели, как это сделать, как это достичь. И, как видите, это получилось. Американцы были на Луне, американцы были в космосе. Ну и, в общем, и до сих пор тоже продолжают летать. К чему я это говорю? К тому, что, к сожалению, большая часть людей не понимает, что точно так же нужно относиться и к своей жизни. Ваша жизнь – это результат ваших решений. Вы решаете, что делать, а что не делать. Вот, пожалуйста, лунный модуль. Беда в том, что большую часть решений люди принимают на автомате, неосознанно, как зомби, не спрашивая себя, а приведет ли это решение меня в то будущее, которое я хочу. Почему-то люди понимают, что нужно планировать там такие относительно простые проекты, как полет на Луну, но почему-то не понимают, что нужно точно так же планировать самый сложный, самый интересный, самый масштабный, самый вкусный, самый неповторимый проект под названием «Своя жизнь». И тот, кто свою жизнь планирует, у того все получается. Может быть, не все планы сбываются, не все сразу, но получается, в отличие от тех людей, которые вообще отказываются от планирования. Ну, давайте я вам покажу еще одну штучку. Skylab Multiply Docking Adapter. Короче, многоразовый модуль. Сами понимаете, чтобы создать такой модуль, это тоже было затрачено очень много работы, достаточно много усилий. В первую очередь, по планированию, по тому, чтобы запланировать, а что хочется в результате. И, как видите, все получилось, цель была достигнута. Смотрите, пожалуйста, еще раз на эту ракету. Надеюсь, видите, насколько она огромная. Еще разок. Ее смогли создать только потому, что был разработан план. План по созданию и запуску такой ракеты. И все получилось. Мой любимый вопрос. А есть ли у вас план на вашу жизнь? Потому что, по моим наблюдениям, все до одного успешные люди, которые зарабатывают сотни тысяч, миллионы рублей, долларов, все до одного, все без исключения, они свою жизнь планируют. Все до одного. Они планируют, где они хотят быть, каких результатов достичь, на какой уровень подняться, сколько денег, что в отношениях, что здоровье. Ну, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Все до одного неудачники, кого я знаю, они предпочитают говорить, а я предпочитаю жить в потоке, я не хочу думать, а пускай оно как-нибудь там само произойдет. В итоге, простите меня за мой французский, их болтает, как говно в проруби. Результатов в жизни ни хрена нет. Еще разок. Если вы хотите себе больших, вкусных, классных результатов в жизни, эти результаты нужно планировать. Свой успех нужно планировать. Потому что, если не вы планируете свой успех, его за вас планирует кто-то другой. И вы живете в итоге не свою жизнь там, где ваши цели большие, громадные, вкусные, которые вас возбуждают, которые вас тянут в себе. А что жизнь наполнена всяким разным мусором. Типа компьютерных игр, сериалов, обсуждения знакомых, кто с кем как трахался и почему и как они расстались. И разные прочие чешуя. В общем, так тоже можно жить, не вопрос. Вопрос в том, люди, которые свою жизнь не планируют, им на исходе жизни вспомнить нечего. Они оглядываются назад и понимают, жизнь была скучной, мелкой, пустой, бедной, неинтересной. Нечего вспомнить. А люди, которые свою жизнь планируют, потому что, сами понимаете, вот это мое путешествие, оно не случайно. Я его себе захотел, я его себе спланировал. Поэтому я здесь оказался. И хожу в Канедиспейс-центр, наслаждаюсь. Смотрю на величие человеческого разума. Еще разок, дорогие мои хорошие, замечательные, любимые, чудесные, услышьте, пожалуйста, свой успех в жизни нужно планировать. Точно так же, как планируют космические корабли. Вы что, всерьез надеетесь стать, не знаю, там, миллионером? Нифига этого не запланировал, а просто так вот, опускай на меня там, деньги с неба свалятся. Знаете ли вы хоть одного долларового миллионера лично, на которого бы деньги с неба свалились? Если мы говорим про деньги. Просто деньги – это самая частная тема. Я лично не знаю. Все одного доллара миллионера, кого я знаю, они получили свои миллионы в результате планирования и труда. А не то, что на них это свалилось и на халяву не для этого ничего не делали. Они это запланировали, они это получили. Поэтому планируйте свою жизнь, свой успех нужно планировать, свои результаты нужно планировать. Спортсмены точно так же планируют свои тренировки, планируют, насколько они прыгнуты сегодня, завтра, послезавтра, насколько далеко они, насколько штангу они поднимут. Ну, в общем, там какие, у кого какие разные виды спорта. Планирование – это основа успеха. Нет планирования, и ваши успехи будут случайные, кратковременные, которые быстро будут смываться первым же приступом бури. Если же вы планируете свой успех с самого начала, у вас получаются крепкие, надежные результаты, которые будут работать на вас всю жизнь. Как это сделать, я обучаю этому в тренинге с бычьей мечты. Этот тренинг не для всех, этот тренинг совершенно точно не для лузеров, которые не хотят отказываться от планирования своей жизни. Это тренинг для людей уже успешных, или для тех, которые хотят стать успешными, которые хотят взять ответственность на себя за свою жизнь и спланировать свой настоящий и будущий успех. Есть одна фишка, я про нее обычно говорю в тренинге, но все-таки скажу вам сейчас. Какие вы планы себе не составляли, на 100% они никогда не сбываются, потому что жизнь всегда вносит свои коррективы. Но, когда вы планируете, ставите себе цели, планы, вы начинаете двигать жизнь вот в этом коридоре, в том направлении, которое вам интересно. И жизнь в этом коридоре начинает подкидывать вам решения. Может быть, не те, на которые вы думали, когда вы писали эти планы, но какая разница? Если вы свои цели ставите, если вы свои результаты планируете, они в вашу жизнь приходят. Иногда, вернее, как, достаточно часто, другими путями, не теми, про которые вы думали в момент написания планов. Ну что, я надеюсь, мне удалось показать вам всю красоту, всю мощь космической техники и донести одну простую мысль. Свой успех нужно планировать. Если вы планируете свой успех, у вас есть все шансы получить то, чего вы хотите. Если вы свой успех не планируете, извините, простите меня за мой французский неполиткорректность, вас будет болтать, как говно в проруби. И за это будете отвечать только вы. Просто потому, что не захотели себя спросить, а чего же вы хотите? Я знаю, чего я хочу, и это получаю. В этом нет мистики, в этом нет магии, в этом нет волшебства. Это простая технология. Технология сбычи мечт. Вы можете ее получить, если захотите. Ну что, спасибо за внимание. С вами из Соединенных Штатов Америки, с мысом Канаверу, Kennedy Space Center, Павел Колесов. Если вас интересует, на самом деле, долгосрочный успех в жизни, тренинг с бычьей мечт, он для вас. До встречи на тренинге. Я верю, что вы сможете, и у вас все получится. Самое главное, захотеть. До встречи. Продолжение следует...